Здравствуйте, меня зовут Татьяна, многие меня все знают, землячка моя, которую 250 лет назад я измолочилась. В общем, никто в жизни ни от чего не застрахован. Ну, это и есть такое по жизни, да. Я до 52 лет дожила, я считала себя очень, совершенно здоровой. Но в ноябре 17-го года мне поставили диагноз псевиаз. Когда я попала в больницу, в месяц отлежала кожа венгиспансере, я была в шоке, что есть это такое страшное заболевание. Вышла оттуда в таком состоянии, как я нашла. Значит, это депрессняк, это значит, настроения нету, и не знаешь, как от этого отвязаться, потому что они лезут и лезут. Все тело у меня было покрыто с ног до головы. Я даже осень одевала ажорные перчатки, потому что мне было неудобно ходить. У меня ребенка у нас в Солианс. Мы этим очень учились. В пятом классе ребенок учится, и комплекс, девочка митиска красивая, яркая. Ну, такая, очень такая девочка, и тут зараз она у меня скотилась. Это же, видите, это душевно. Это, знаете, это когда у ребенка тоже депрессма. Это не три года уже не знает, что делать. Это бесполезно. У нас псориаз не лечится, а жизнь не лечима, как стоят доктора. А все теперь уже знаете, посмотрите на меня, я раздеваться не буду. Я была вся покрыта. Я увидела там запись, что детям до 12 нельзя. И, как бы, ограничения я поняла. А потом, когда я смотрела там... Ну, это потом вам расскажут уже, когда капсулы можно поделить по весу ребенку. Ну, в общем, дальше я по себе что скажу. Проще, значит, я вышла вниз, подруга Татьяна Алексеевна, она слышала где-то, что есть такие капсулки, которые помогают, да? Я не верила, я очень скептически к этому отнесаюсь, потому что настроения нету. И, знаете, эта нервная система была, действительно, не знаю, что делать с утра, кого наругать, кого вечером успокоишься вроде бы. И вот, значит, я пришла, взяла все две капсулки. Я их принимала по половинке. Начала с половинки. А вот эти все кожные заболевания... У нас же кожа так это, лакомцевая бумага. Это наш ненормальный внутренний вот этот кишечник, поджелудок, желудок, да? Я до этого ходила две недели гербанатом немного. Я там училась в кварталов ездить в это, да, пить эти коктейли. А потом, значит, настолько денег отдаешь, во-первых, но кишечник не заработал. Не было такого эффекта. С половинки капсулки шум стоял. Просто я была сама в шоке, потому что это было штука. И, представляете, я потом, значит, пошла еще купила. Ну, я не сразу, как говорится, я же пришла на здоровье. Ну, значит, они у меня от нос появлялись. И мне, когда там, где я в больнице лежала, мне сказали. В общем, каждую из новости выложитесь. Кожа из диспансера, а рядом дурка, да? Знаешь, что спрашивают. Потом, значит, каждую из новости выложитесь в больницу. К курортно-санаторное лечение. В общем, какие-то грязи мажьте себе. Это полезно. Потом это мажет тебя мажет такой, и вонючее, не вонючее. Это ничего не помогает. В общем, у меня, значит, два месяца я пропила их. Я нашла с зеленых. Тогда фиолетов белых не было. И, значит, у меня появляется такая, как будто точечка. Их называют, оказывается, матка, да? И оттуда начинают расползаться эти сипы. Потом они сливаются. И вот здесь у меня были сплошные корки вот эти сипы. И мне еще диагности поставили, знаете, вульгарный, бусориаз. В какой-то такой стадии, да? Передумываешь, разваляй. Ну и ладно. Вот эти, через два месяца у меня вот эти точки начали, прям вот, как руки большие, они просто исчезают. Через полгода у меня все прошло. И я все лето ныряла свой воздух. И в баню начала ходить. И в баню начала ходить. Потому что невозможно в таком виде в баню знать. И, знаете, хороший эффект у меня дал вот эти капсулы. Потому что это все с кишечник, нервы. Идеология этого заболевания, она до конца не изучена. Ну, как говорят доктора, мы же тоже присылали. Значит, это или это стрессовый спад, или же это на генном уровне. Там бабушки, дедушки, папа, мама. У нас были все чистые, да? Собака кусила через три дня после полу. Стресс. Стресс. У меня был стресс, может быть, я там стройкой занималась. Это тоже, главное, звоняло. Ну, как все, и все, на 30 минут полностью. Я сказала, ну, как я. Это стресс. И все. И вот эти фиолетовые, белые мне помогли. Вот они, знаете, у меня начался эффект лучше. Как-то, знаете, и вот я начала. Я сама-то не замечаю, у меня есть тоже фото-правление. Почему? Здесь нету, не знаю, да? В общем, мне сказали, ты себя сфотографируй. Ну, я как-то могу себя целых и ночи сделать, сфотографировала. Потом, значит, в марте, это я в ноябре выписалась с больницы, делала фото. В марте сделала фото. И вот я сделала фото. Третье у меня есть фото. Это я-то не замечаю, а на фото видно, что как я меняюсь, оказывается. У меня веса как такового большого не было никогда, да? Но я чувствую, что у меня это легко. Хочу делать заряд, поджимания и все это. Правильно пить воду. Мы же, видите, с детства не приучены пить воду. Как ее правильно пить? Мы были, как это, прибежали, выпили, а оказывается, теплый, некий, печелый желательно. И, в общем, у меня принимает муж, он сейчас работает уже в паре. Да не видно? Человек отменяется, да? Даже вооружение у нас. Да. Еще кто-то сказал, представляете, более глаза открываются. Вот эти, да. У нас же веки вот эти, видимо. Ну, все было бы с годами. Вот это все. А человеку, который мы сегодня взглянем, как внешний человек и глазами меняется. Да, это тоже наша семьяочка. Она наша одноклассница. Наша родственница. Нази. Я даже не знала, что у нее такое вот это заболевание. Просто, видите, когда такое происходит с тобой, да, ну, как бы стесняешься, во-первых, или не думаешь, мяшки, а вот здесь надо рассказать, что с Иногинской девушкой знаете, да? А что? В каждом заболевании, тем более, ну, для любого-то. Ну, а там, когда в больнице, восьми, что-то учишься. Ребенка просто необходимо принимать. Сейчас еще будет детский как-то. Это очень радует. Потому что дети мучаются, страдают. А сколько больных детей-то, конечно.